Наталья Ивановна, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что сегодняшняя неочередная сессия говорит лишь о том, что вы готовы сложить в себя полномочия председателя Назаровского районного совета, но не готовы попрощаться с депутатским мандатом? Совершенно верно, вы услышали. То есть я приняла решение, написала заявление, буквально вчера вечером я сделала этот шаг, и поэтому сегодня случилась неочередная сессия, на которую вы все услышали. То есть я признаюсь вину, свою вину в том, что мои деяния, как все посчитали, были пропцентной направленности, ну хотя мое понимание, ничего криминального я точно не сделала. Я ни у кого ничего не украла, я не взяла взяток, я не обокрала учреждения, я честно исполняла свой профессиональный долг здесь, работая как председателем, и в свободное от работы время я занималась трудовой деятельностью, причем тоже честно, я была оформлена там на 0,75 ставки, и я ни одного не пропустила своего дежурства, я отрабатывала свои деньги честно, на благо своей семьи, своих детей. Наталья Ивановна, вы знали о том, что закон запрещает вам совмещать и получать две заработные платы? Знала. Но делаю это чисто для того, чтобы содержать свою семью, своих детей. У меня их четверо детей, трое из них приемных, у меня есть внучка. И для того, чтобы им было комфортно, чтобы они ни в чем не нуждались, я пошла на такой шаг. Устроена я была еще в том году, то есть это был апрель 2020 года. А что за необходимость была такая работать еще и сторожем? У вас здесь маленькая заработная плата? Это я не хочу с вами обсуждать свой кошелек. Я считала нужным, поэтому я этого делаю. Нет, ну смотрите, все-таки заработная плата председателя районного совета, это такая информация, которая общедоступна, и все прекрасно знают, что это не 10 тысяч, не 20, и даже не 50. Вам не хватало этих средств? Нет, не хватало. А скажите, правда, что все-таки вам приходилось этой заработной платой делиться с главой района Галиной Интеропольной? Да упаси бог, что вы говорите, где вы такую информацию взяли? Ну, давайте уже все точки над Ира ставим. Никогда. Наталья Ивановна, и вот еще вопрос. Все-таки, вот сейчас вы коррупционер с точки зрения закона. Этот факт установила прокуратура. Как вы будете смотреть в глаза своим избирателям, которые после совершенного преступления, а это преступление все-таки, понимают, что доверять вам нельзя? Я полагаю, что, я вам еще раз повторюсь, я ни у кого ничего не украла. Моя совесть чиста, и то, что я работала, работала я всегда на двух, на трех работах, и это ничем не может меня осквернить, и тем более мою семью, моих детей. Поэтому сказать, что я первый коррупционер Назаровского района, я точно не могу про себя. Да, может быть, на точке основания закона я нарушила его, но чисто вот мое моральное, оно спокойное. А разве закон не превыше всего? Превыше. Тогда вы противоречите сами себе, как же так? Ну вот я вам говорю, то, что я вам сказала, больше ничего я вам сказать, добавить не могу. Ну то есть даже нарушение вами законодательства Российской Федерации не толкает вас на такой шаг, чтобы сложить в себя депутатские полномочия? Нет.